Хозяйки свои, изюминка есть такая и прочая. Поэтому, знаете ли, можно рецепты, допустим, как борща, да, придумать, ну, расписать рецепт исцеления, допустим, да, рецепт освобождения, рецепт благословения, рецепт там, вот, стать делателем, значение этого слова там, значение там. Можно расписать. На самом деле это будет все такая вот, наше, как бы, наше какое-то представление какое-то, знаете ли. Вот, значит, на самом деле все гораздо серьезней. Бог смотрит на нутро наше. Вот, наше естество. Слава Богу. А делателем является каждый верующий, без исключения. Если не понарошку, если по правду, что мы человек верующий, а не понарошку, то он уже делатель. По-другому никак не может быть, просто-напросто. Слава Богу. Вот, в преддверии Пасхи, друзья, в преддверии Пасхи скажу, что вот уже, да, слушайте, уже 7 часов вечера, вот, уже чуть темнеет. Да, уже начало 10-го числа месяца Ниссан. Поздравляю вас, 10-е Ниссана. Вот, и, знаете, это действительно, с каждым днем приближается Пасха. Я, конечно, размышляю о Пасхе, молюсь о Пасхе. Но сегодня, вот я, вот, переполнен вот этим свидетельством. В церкви слово сегодня говорил, значит, в церкви Спасив Дим, называется, Спасив Дим церква. Вот, значит, и, вот, тем, кто подключился, говорю, что в среду я буду у них же, там же, в этом, на Лукьяновке, буду, на улице Мельникова, буду проводить семинар. Поэтому прямой эфир, ну, посмотрим, если получится, получится, если нет, то извиняйте. Вот, но завтра и послезавтра будем продолжать вот эти беседы, предпасхальные беседы. Ну, и сама Пасха приближается уже на носу в этом году, вот, если брать библейская Пасха, Господня, да, то она будет с 30 на 31 марта, значит, в ночь эту, вот, и, то есть, с 14 на 15 Ниссана, значит, это ночь святая, ночь бдения, ночь нашего выхода из рабства, мы вспоминаем. И затем, вот, с 31 марта в этом году до 7 апреля дни опресночные, вот, когда весело хрустим мацой, как говорится, ну, те, кто кушает мацу, как говорится, узнаю я по лицу. Ну, вот так вот, да, так что запасайтесь уже сейчас мацой, вот, я такую польскую накупил мацы, такого вида, другого вида еще купил мацу, тоже, значит, там, значит, здесь она пшенично-ржаная, вот эта вот, с польского, если перевести, да, с пшенично-ржаная получается, польская маца. Вот, значит, и в синагоге, в синагогах, пожалуйста, можно купить мацой, мацой, сколько душа пожелает. Вот, Кирилл пишет, Елистратов, я вроде как неверующий, ну, как неверующий, посторонний, но слушай вас, задумываюсь, а действительно, неверую. Это как один Кирилл, да, спасибо, что подключились, вот, значит, скажу так, и для Кирилла, и для, вот, там, всех там братьев, что, как один еврей говорил, в Евангелии записано там, Иисусу сказал он, верю, Господи, помоги моему не верю, знаете, вот, бывает вера такая, что верю, не верю, верю, не верю, наверное, любой человек это переживает, любой человек может назвать себя и неверующим, и верующим, знаете ли, это дело такое, я сегодня как раз свидетельствовал в церкви здесь, в Киеве, значит, там, вот, в Спасе, в Дим, и как раз говорил, что, значит, говорю, знаете, говорю, я верю в особую силу молитвы атеистов, я это испытывал много раз в своей жизни, тоже, это не достанет просто времени рассказывать, вот, когда люди признаются, что они неверующие атеисты, но я говорю, можете все равно молиться, и они как могли, говорили к Богу слова, обращались, повторяли за мной, сами молились, и вы знаете, и такие чудеса совершались, что просто, включая даже воскресенье из мертвых, сегодня я как раз об этом рассказывал, было время путешествия в поезде, Евгений пишет, Шульга, Сергей Юрьевич, вопрос может не по теме, что значит, дабы кто из вас не лишился благодати Божьей, да, кстати, тоже, не только вы, Евгений, это мне вот сейчас пишете, но на e-mail тоже прислали вопросы, тоже как раз касательно благодати Божьей, и умножения ее, или лишения ее, вот, чтобы пребывать нам, дамы и господа, братья и сестры, в благодати Божьей, вникайте в себя и в учения, размышляйте, знаете ли, что, во-первых, упаси нас Господь, мыслить так, что через исполнение каких-то традиций, обрядов, там, или наши какие-то деяния, мы можем, будем так говорить, Бога за бороду схватить, мы можем, как бы, заслужить спасение, что-то заработать, упаси нас Господь от этого, знаете ли, Кирилл, да, спасибо, Кирилл, вам спасибо за, вот, подключение, очень-очень приятно, что вы подключились сегодня, очень приятно, что вы, вот, тоже так вот следите за новостями, религиозной такой, христианской жизни, вот, слава Богу, вот, и, знаете ли, как вот, Евтушенко тоже говорил, помните, да, одно из его, там, стихотворения, там, у него есть слова такие есть, в окопах атеистов нет, да, значит, и это, это правда, или, как в Украине говорят, як тревога, так до Бога, вот так вот, вот, и, значит, по поводу лишения благодати Божьей, если, вот, не дай Бог, такое происходит, а время от времени бывают такие поползновения, желание что-то заработать, заслужить, выслужиться, то это уже, по сути, лишение благодати Божьей, вот, просто-напросто другого нету, вот, другой возможности лишиться благодати Божьей нет, это упование на собственные какие-то заслуги, на какие-то, вот, или, допустим, гордость, вот это вот, значит, когда человек, особенно религиозная гордость, ну, знаете, вот, честно говоря, меня от нее просто тошнит, от этой гордости, и тошнит, в первую очередь, от самого себя бывает, что когда вот начинается эта гордыня, вот я что-то делаю, допустим, да, значит, и, так, не бывает атеистов в окопах под огнем, это Летов перефразировал, а, ну, да, не просто в окопах, да, в окопах-то можно и просто махорку курить, и с друзьями судачить, это согласен, но под огнем, это точно, кстати, один из наших капелланов рассказывал тоже такой случай, там, да, значит, там, на блокпост приехали, один, там, значит, там, сколько было, там, ребят, 9, 10 человек, по-моему, 9 из них, они вот повторяли молитву покаяния, там, причащались, все, а один перечил, и начал, там, говорить, что он атеист, туда-сюда, и как только они уехали, так получилось, весь этот блокпост был накрыт градами, но это, это страшная вещь, просто, говорит, все было перерыто, и, значит, и оттуда звонили, потом, значит, и говорили, что это, ну, чудо, просто чудо, все целые ребята, чудо, невозможно, потому что все было перерыто градами, но, значит, и вот, когда вернулся священник, потом капеллан, и вот этот боец, который хорохорился, что он атеист, покаялся, короче, покаялся, примирился с Богом, так что под градами это точно под огнем под огнем это точно вот и поэтому но возвращаясь к тому что вот как раз евгений шульга написал это очень важный евгений значит слушайте вот филиппийцам 3 глава филиппийцам 3 года 3 глава вот я рекомендую впрочем как раз вот перед эфиром я как раз прочитывал эту главу впрочем братья мои прям в тему радуйтесь о господи писать вам о том же для меня не тягостно а для вас назидательно берегитесь псов берегитесь злых делателей берегитесь обрезание потому что опять таки те кто вот внешним как-то кичится внешним как-то гордиться религиозным там можно перефразировать сегодня берегитесь тех кто думает что мы вот так самый духовные что мы религиозные что мы преуспели что мы там молимся на языках или не молимся на языках что мы там крещённые там или Или мы там, значит, исполняем то-то, или мы, значит, там бесов гоняем, и мы там такие духовные, значит, и прочее, прочее. Он говорит, четвертый стих, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я. Он пишет о себе дальше в пятом стихе. И все, почитаю, за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но действительно так оно и есть, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать его и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуя смерть его, дабы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Аминь. Он говорит, дальше стремлюсь к высшему званию во Христе Иисусе. Слава Богу. Виктор Грищенко пишет, что Пасха – это действительно языческий символ от Немрода. Ну, наверное, вы имеете в виду не Пасху, а, наверное, вы имеете в виду кулич, да, куличи. Потому что, ну, хотя у нас обычно это в народе, да, именуют часто и Пасхой, кстати, да, на самом деле, серьезно. То есть, не сам праздник, да, значит, а именно вот куличи, хлебобулочные изделия такие, значит, да, значит, ну, все понимаете, да. Да, это действительно так, это идет еще с тех незапамятных времен, значит, языческая такая, языческая традиция поклонения, значит, фалический культ. Об этом в семинарах я подробно рассказываю по истории христианства, как это пришло все в жизнь церкви. Знаете ли, для людей действительно порой вот все вот эти традиции, они заслоняют вообще Бога Живого как такового. И сегодня, конечно, очень сложно, вот, знаете, отдирать даже такие традиции, учения человеческие, очень сложно людям выходить из них. Потому что оно приросло, знаете, когда вот, допустим, забинтована рука, да, была, значит, и оно уже, кровь припеклась уже, бинт уже, как бы, ну, чуть не врос в себя уже, да, как в армии было случаи такие, допустим. Потом отрывать уже по-живому просто такая боль невероятная, это уже вроде отрываешь чужеродное, это материя, это не твоя плоть, но она приросла к тебе. И поэтому даже тронуть уже больно. Вот на полигоне у нас было так уже неоднократно тогда. И представляете, а мы не знали, как, пацаны, что делать, мы это отрывали, но так больно было. И вот, и многие эти вещи, они так приросли в христианство, как бы, да, это не христианство, вот куличи эти все, там, допустим, крашеные яйца, писанки всякие, да, это все язычество. Но оно так приросло к телу Христа, что даже касаться порой этих тем, и многие тут же начинают, так больно. Я понимаю эту боль, я прекрасно понимаю, я сам эту боль пережил в 96-м году. Пережил эту боль и оторвал это от себя. Почему? Потому что я понял, на основании Слова Божьего, как написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот, и, я думаю, пусть это будет больно, слезно, но лучше сейчас рвануть, чем потом, знаете ли, потом всю вечность локти кусать. Вот, лучше сейчас будет, будет это больно, стыдно, значит, но лучше покаяться сейчас. И вот, и принял решение тогда это сделать. Слава Богу. И, в общем-то, лучше с чистой совестью есть хрустеть мацой, знаете ли, значит, чем иметь вот и куличи, и прочие вот эти символы язычества. Вот, для меня так. Хотя я не суждаю тех, я не сужу тех людей, которые вот кушают. Многие из них, кто куличи ест, допустим, они размышляют о Христе, значит, там, как бы о христианстве. Для них это, как бы, вот, понимаете ли, процесс, процесс. Я думаю, что в христианстве последние эти годы, я вижу, набирает все-таки процесс, интерес сам по себе. В семинарах, в лекциях, в проповедях я об этом часто рассказываю. И на сегодняшний день я вот констатирую факт, что уже сотни и сотни верующих, разной конфессии, благодаря вот моим там этим проповедям, лекциям, семинарам уже освободились, а многие освобождаются поэтапно, постепенно освобождаются. Кто-то быстро прям, а кто-то так вот, знаете, по чайной ложке, но освобождаются. И действительно, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если мы становимся учениками Господнями, и это все происходит в нашей жизни. Слава Богу! Пусть Бог благоставит вас, дамы и господа, братья и сестры, благоставляю во имя Господня Иисуса Христа во имя. Ну, а иному отцу тоже нельзя надеяться, конечно, сто процентов. Это только правильный образ, правильная жизнь, согласны, к ним безусловно. Вот, знаете ли, и, конечно, очень печально, что, я думаю, что еврейский народ в своей истории очень много, будем так говорить, накушался всего этого. Вот я же только что прочитал как раз Павловы вот эти вот высказывания. Я думаю, он это сказал, действительно написал, ну, с такой болью в сердце, потому что он действительно по-настоящему переживал все это, значит, по-настоящему это все. И это его свидетельство, будем договорить. Слава Богу! Я думаю, что и сегодня это очень актуально. Вот. И неважно, каких мы держимся обрядов, традиций библейских или языческих, оккультных, бесовских или человеческих, или божьих. Неважно. Это тоже важно, в какой-то мере важно, но не так важно, как сам мотив, сейчас, значит, я так рассуждаю, не так важно, как именно, действительно, сама душа человеческая, любовь. Это намного важнее. В главном единство должно быть во второстепенном свобода, а во всем любовь. Дэн Вершин, значит, спасибо, ты, брат, открыл мне глаза, я сейчас служитель в центре, и я не знаю, как, но именно сейчас слушают братья именно уроки христианства. А, да, Бог велик, я не знаю, как это выразить, будь благословен. Спасибо большое, брат, всем в центре, там у вас, там, большой привет огромный. Пусть Бог благословит вас всех во имя Христа Иисуса, и вас тоже благоставляю всех. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословение Господне всех вам по утрам, кто имеет такую возможность, кто рано встает, как говорится, Бог тому дает. Значит, в 6 утра по киевскому времени, в 7 часов по московскому получается утра, подключайтесь, дамы и господа, братья и сестры на утреннюю молитву, примерно на протяжении получаса она продолжается, больше, меньше. Вот, значит, а завтра вечером продолжение, а, это Беларусь, а, слава Богу, привет Беларуси всем огромный, да, я, значит, люблю Беларусь. Беларусь очень, да, значит, и благоставляю часто, бываю в Гомеле, вот, значит, в этот раз планирую Минск посетить снова и Пинск, и Гомель, и Брест, слава Богу. Так что в Беларуси служение распространяется, слава Господу. Все, благоставляю всех вас во имя Господне, до встречи и на земле, и на небесах, в эфире вечном, ну и в прямых эфирах в этих, до встречи. Аллилуйя, Аллилуйя.